С ним было приятно играть, потому что он мог и обыграть, и создать, и отдать. Все умел. Мне казалось, что сначала, что он медленный, но когда играя против него в тренировочном процессе, от него нельзя было убежать. Он вроде бы катался как-то, как бы я сказал, не очень складно, но он быстрый был. Быстрый. И, конечно, он в единоборстве был просто красавец. Когда играли в Энзбурге, то мы проиграли сборную Чехословакии 0-2, и нас оставили троем. И вот эта четверка, Третьяк, Цыганков, Лякин и Шарин сотворили чудеса. Они просто сделали то, что на тот момент, играя против сборной игроков Чехословакии, которые очень здорово разыгрывали шайбу, играя в большинстве, они ничего не дали сделать, чтобы еще пропустить шайбу. И вот это их спортивный подвиг вдохновил нас на самодачу еще прибавить. И мы вытаскивали после этого, когда они выдержали, вытащили все из себя, чтобы победить и выиграть Олимпийские игры. Я никогда не забыл. И там ключевую роль сыграл Шадр. Точность его броска, неожиданность броска, это было, это было. Он вроде показывает, что отдает, а сам мог бросить. Когда звено Спартака играло большинство против любой команды, Шадр играл главную роль. Почему? Потому что он или Ляпкин забивает, или Саша Якушев в пустые забивает. Ну, там наиграно все это, это пятерка, и это было оригинально, это их нефирменное было. Владимир так со стороны очень смотрелся таким неказистым, потому что он очень плохо катался. Но это ни для кого не секрет. Такое угловатое катание, медленное, не маневренное, и поэтому все удивились, как... Ну, вот это мастерство Всеволода Михайловича, как тренера, он действительно провидец такой. Вот тут он увидел в этом таком еще совсем молодом пареньке, увидел, что этот человек может создать игру целого звена, целой тройки, и помочь своим партнерам. Почему? Потому что он, ну, такого плана, интеллектуального плана «Центр-энд-Форвард». Прошла Олимпиада вот этого года в Корее, да, чем-то напомнила тоже вот 76-й год. По своей драматичности, остро-сюжетности. Ну, здесь, конечно, он, наверное, еще больше был такой острый, если там за минуту, там за две минуты удаляют игрока и там сравнивают за минуту. Это, конечно, у нас в этом плане все было пораньше, да, мы сравнивали, потом вышли вперед пораньше. Ну, сам дух игры, он чем-то был схожим. Ну, говорят, что катался не очень, но зато трудолюбив, зато вот всегда в нужном месте и в борьбе, и везде всегда успевал. То есть, наверное, за счет чтения позиций, как бы это сказать, что получается так, что он всегда везде был, всегда везде был на месте. Я знал, что если он вступил в борьбу, то я уже знал, что он выиграет, и надо было только открыться. Да, он физически был сильный, такой, как краб, как вцепится в тебя там у борта или где, вот, и выигрывал борьбу. А я ее как бы подхватывал, и начиналась атака. Он смещался влево, показывая, что бросает, а я здесь справа. И он моментально отдает удобный пас, что можно ему сказать, что это большой плюс. Он всегда отдавал точно его вовремя. И или гол, или острая передача, как бы вот это было. Всегда говорят, спотаковский дух, спотаковский дух. Это характер. И плюс то, что неуступчивость, это раз. И плюс еще мастерство, а то, что дух. Ну, какой дух, если у тебя не мастерства, ничего нет. Владимир Николаевич, правый край не тебе желает здоровья, самое главное. И, как говорится, не поддавайся болезням, крепись. Спортивная жизнь настолько связана сейчас со мной. И трудно просто уйти из спорта. Это много примеров тому, что многие люди, которые были в спорте, остаются, работают, продолжают, хотя имели другие специальности. Я хотел бы себя попробовать инженером, но загадывать не хочу. С Володей мы общались, потому что он уже, так сказать, тяготел к инженерному образованию, хотя применить свои, так сказать, технические способности в хоккее было трудно. Правда, в шутку говорили, что вот Шадрин очень любит геометрию, он даже рисует, с какого угла можно забивать голы и, в общем, все такое прочее. Но это все, конечно, шутки. И вот другое дело, что Шадрин прекрасно ориентировался и знал, кому отдать пас, когда отдать пас. И более того, еще и сам, когда получал пас, мог четко бросить по воротам и, так сказать, забить гол. Так что это был, скажем так, форвард, центральный нападающий универсального плана, а в защите он отрабатывал тоже блестяще. А вообще, Володя Шадрин милый, спокойный человек, добродушный. И с ним как-то легко и приятно общаться. Дай Бог здоровья, это главное.